здравствуйте дорогие друзья и добро пожаловать на мой канал цветовод с вами ольга сегодня мы будем распаковывать новую хоечку и во второй половине этого видео я покажу вам как же сейчас выглядят хои из недавних покупок их достаточно много обзорчик будет интересным так что давайте сейчас приступим к распаковке новиночки расскажу вам что там похвастаюсь возможно это тоже хотелка чья-то и вы увидите как как эта хотелка выглядит на самом деле в живую так не знаю как как тут запаковано металли вот такие интересные синтепоновые шарики ухты тут такая конструкция друзья она такая малюска я не думала что она такая малюска так проверим чтобы не выкинуть какую-то еще хвою мало ли это бывает знаете друзья кладут подарки чтобы не выкинуть какой-то подарок так такую конструкцию соорудили надежненькую кстати очень удобно вот так малярным скотчем упаковывать очень легко распаковывать тогда друзья смотрите это хоя лаконоза соума по моему правильно произношу это варигатная лаконоза вот такие у нее листики классно что она уже пошла в рост это по моему новинка двадцать третьего года если я не ошибаюсь ну по крайней мере у нас на рынке украины может каких-то странах она раньше появилась или даже новинка двадцать четвертого года так сейчас до распакуем ее вылазит сразу вместе с грунтом еще она видать плохо там корешками зацепилась за грунтик это мусор каши тут по корешкам сейчас посмотрим корешком я друзья совсем не вижу не знаю есть ли они там но судя потому что пошла в рост наверное есть не знаю стоит ли ее ставить в тепличку или нет поинтересуюсь у продавца надо ли ей еще тепличные условия ну красивая мне нравится форма листиков но я думала что листик будет крупнее я думала что лист будет ну как-то где-то как у хеушкелианы варигатной друзья ну тут лист он вот это вот где-то сантиметр в ширину то есть он вообще малюсенький малюсенький мне нравится такая вытянутая треугольная форма и красивая все-таки заливка вот тут вообще смотрите такой красноватый молодой листик так чтоб не повредить чтоб сильно не трогать тоже чтоб она не затормозилась в росте ну красавица я довольно довольно покупкой смотрела на эту хойку выбирала все класс сейчас поставим на солнечный подоконничек думаю и будем тоже поливать сеть без ту один а сейчас мы покажу как чувствуют себя другие хойки кто смотрел мои предыдущие видео те помнят что ко мне в посылочки приходила хая кро они она black lives и она была очень залита я решила ее сразу пересадить в сухой грунтик но когда пересаживала я поняла что корешков у нее очень очень мало поэтому я ее отправила в тепличку с торфом и сюда в тепличку также у меня добавилась хоечка кэри альба маргината потому что она росла в кокосовом блоке и потом посажена в грунт вот так она мне пришла от продавца то есть кокосовый блок и вокруг него грунт и корни не росли она у меня уже точно больше двух месяцев и корней я сквозь стакан не видела поэтому я ее порезала на два черенка вот тут вот такой старый пенечек видите там практически нет корешков и вот этот молодой черенок вот этот один лист уже вырос у меня и вот этот какой-то лист вырос видите не полноценный но я так понимаю что это потому что не было нормальной корневой я полностью оторвала этот блок он конечно же оторвался и с корешками которые там были вросшие в блок макнула в корневин в укоренитель грандис я всегда использую его для укоренения черенков и поставила также тоже эти черенки в тепличку и вот сейчас вместе с вами предлагаю посмотреть что же тут на каком этапе ну пока сквозь бутылку не видно а черенки у меня все посажены в торф класс ман они все макнуты в корневин так посмотрим что тут хоечкой black leaves кроняны ну воздушные корни у нее наросли хорошо видите какие воздушные корешульки растут можно смело черенковать резать на черенки укоренять но мне хочется чтобы она сразу была более такой пышной она хорошо куститься поэтому я ее срезать на черенки не стала так вот вижу растет молодой листочек значит надежда что там и внутри субстрата растут корешки тоже есть стоят они у меня вот так вот друзья на подоконнике тут на прямых солнечных лучиках торф у меня увлажненным видите достаточно такой мокрый тепличку я не проветриваю вот такая испарина хорошая в тепличке обычно у меня все так укореняется я все делаю по мною уже рабочей схеме проверенной ну такое сказать что у нее хороший туркар я не могу ну такие листочки мягенькие но возможно это и такой сорт что у него не слишком плотные листики друзья поделитесь у кого вот вот эта хоечка кроняна black lives как у нее плотные листочки прям твердые или более мягенькие потому что у нее и сама плеть вот это она такая мягенькая я привыкла к хойкам вот например карноза так у нее плеть но она просто деревянная вот такая поэтому мне кажется что наверное и у этой должны быть такие ну возможно это не так но сейчас накроем пока еще корни не присматриваются сквозь тепличку пока буду содержать теплички как и ранее вот так аккуратненько одной рукой мне неудобно сейчас я это сделаю уже выключим видео коечка кэри конечно достойная вот эти листики сердечками это просто восторг так отправляем ее на подоконничек в поддончик устанавливаем а я тут вам сразу выставила несколько о грибной комарик летает несколько экземпляр чиков о которых хочу с вами поговорить показать рассказать вот это ходить к сегелатис раунд лиф она ко мне пришла уже с вот такими подгоревшими листочками но я так понимаю что это солнечные ожоги самые обычные у нее корешков не слишком много вот где-то я только с одной стороны видела один корешочек что то сейчас я его и не нахожу вместе с вами смотрю сквозь экран вот вот этот корешочек поливаю друзья с hb101 после полной просушечки даю хорошо просохнуть чтобы не дай бог не залить так как еще я понимаю что у череночка слабая корневая система надо быть очень очень аккуратным вот тут у меня прям таки радость это ходить как грей хост или грей гоуст серый призрак в общем-то в переводе у нее такой сизый как будто бы опыленный лист тоже заказывала вот такой черенок вот тут она мне прикоснулась горячему окну солнечному вот друзья пожалуйста сразу результат ожог берегите еще все-таки хоть уже и середина осени но стекло нагревается сильно может получать вот ходечка ожоги она у меня укоренялась также в тепличке я получала этот черенок свежим срезом сейчас я уже посадила в грунт а тут уже прорастают такие хорошенькие корешульки вот уже видно вот корешочек вот тут где-то еще видела ну в общем-то корешки уже видно сквозь стаканчик и сегодня я обнаружила что вот там вот в пазухе лис . появился ростик потому что меня пугали я смотрела других блогеров отзывы по поводу этого сорта что покупая черенок грей гоуст свежим срезом это настолько капризный сорт что он может просто замереть его так сидеть целый год и не давать роста что это хоя такая которая может замирать но у меня вот сегодня уже радость что рост пошел видите вот там набухла почечка ростик есть значит надеюсь будет развиваться мне то хочется уже увидеть такую огромную плеть какой-то прогресс но пока на вот таком этапе а это ходечка каудата это достаточно такая дорогостоящая ходечка сейчас достану тоже я ее припекла окном все стояли у меня близко к стеклу и вот тут где прикоснулась к стеклу сразу получила ожог друзья вот еще раз не повторяйте мой опыт будьте осторожны она пришла мне уже посаженной и при моем уходе корневая развивается хорошо поливаю с hb101 прям таки в каждый полив добавляют от стимулятор роста преимущественно конечно вся корневая снизу вот тут как бы в толще субстрата я ничего толком не вижу ну вот только корешочек она была посажена вот где-то посюда я досыпала своего грунте к торфа с акроперлитом вот сюда сверху чтобы корешки начали расти и вот тут сверху чтобы они не только внизу росли но пока еще роста никакого не видно у этой ходечки но будем ждать ну кауда-то это когда-то gold конечно кауда-то шикарная у нее лист опушенный как бархат просто и вот эта заливка вот этот сплэш восхитительно смотрится конечно я я прям влюблена в этот сорт глубоко влюблена и сейчас покажу вам другие ходечки расскажу о них друзья в таком стакане я поставила на укоренение ходечку он дула ту long лифс вот такая она красавица у нее лист такой как будто бы рюшевый с изнанки он тоже такой прикольный посмотрите какой загар восхитительный просто листик был на вот таком длинном усики поэтому как-то засовывать в тепличку его не захотела я поставила в водичку с hb101 и видите водичка немного пожелтела но я менять не стала ну вот уже какие корешки мы имеем не слишком быстро конечно начали расти корни но тем не менее еще я подержу водички вот тут кстати мне кажется да почечка набухла будем надеяться что что-то тут проснется но я хочу чтобы корни были подлиннее подлиннее тогда буду садить и вот тут кстати мне срезали черенок цветоносом видите это зачаток цветоноса так что есть шансы что когда-то когда она укоренится нарастить листву еще у меня и процветет но это тоже это дорогой сорт друзья но он дула то она чем-то мне схожа по фактуре листа на каудату но у нее менее пушенный лист он такой просто как будто бы матовый на ощупь приятный приятный такой вот знаете я бы его назвала как вот есть такие поверхности soft touch вот вот это что-то такое он настолько вот нежный на ощупь и вот эти сплэшинки и это что он может загорать это это круто смотрится вообще красавчик и сейчас вам покажу еще один череночек он у меня тоже стоит в водичке это хоечка максима имбриката вот он у меня был погрузился полностью в воду поэтому он полностью мокрый вот такой оказался у нее вот такой вот сплэш тоже красивый она вот такой ракушечка и растет сейчас вам покажу что внутри это вот так листик нарастает там тоже уже корни и там кстати корни больше чем вот тут на кончике то они в этой ракушечке вообще им очень комфортно там развиваться ее можно на какой-то блок садить на какую-то там опору специальную деревянную я даже не знаю еще как я буду ее выращивать вот пока тоже укореняется у меня в водичке с растворчиком hb101 посмотрим друзья как я ее буду вам обязательно обязательно покажу как буду ее как-то крепить и сейчас покажу вам еще одну хойку это тоже одна из последних покупок хоечка буртония или ds70 вариегата вот она вообще растет беспроблемно круто вообще вообще кайф у нее молодые листочки когда вырастают вот такие немножко с розовостью с такой с немножко таким коричневатым оттеночком она супер опушенная тоже приятная приятно очень на ощупь вот такой молодой ростик пересаживали ее вместе с вами она мне приходила в стаканчике рюмочки и я ее пересаживала в свой субстратик в стаканчик 200 миллилитров вот так уже там видны корешки и она сама дала плеть это хойка классно куститься самопроизвольно то есть ее не обязательно как-то резать черенковать она сама вот дает боковые побеги видите вот тут пошел один боковой побег вот тут второй боковой побег вот тут от основания пошел побег и в чем была причина пересадки тогда у нее ой вот и уронила у нее вот тут отсыхал усик по центру и она его вот дала как бы сбоку и ничего после пересадки вот прекрасно растет и развивается дальше классная тоже хоечка так сейчас надо убрать это неподобство а вот эти две хойки приходили ко мне самыми последними это хоечка мэридит грин ее называют некоторые мэри дичи но мне кажется что все-таки более правильно мэридит но если я ошибаюсь можете мне написать поправить меня у нее уже тоже есть корешочки вот тут виден корешочек вот вот как написано название мэридит грин вот такие корешульки но она болтается тут очень тяжелый вот этот лист он очень крупную посмотрите моя рука и размер размер листа то есть с мою руку с мою ладонь красивые такие жилки такой яркий салатовый близок даже к желтому цвет ростика ну пока пока не видно ждем ждем пусть наращивает корешульки и вот такая хоечка джаспер блинк вот она у меня упала с подоконника друзья вывалился весь субстрат я ее по новой туда засунула и теперь корней я пока у нее не наблюдаю они там были но теперь они находятся внутри внутри субстратика жду пока прорастут наверх тоже продавец уже высадил она в таком я так понимаю в кокосе посажена кокосовый торф тут потому что есть вот такие волокна и агро перлит листик довольно таки интересный вот такой сплэшик тут идет у основания жилки и яркий такой зелененький но в принципе по новинкам все отчиталась вам показала как кто выглядит на сегодняшний день покажу красотку карнозу самый простой сорт самый вообще не прихотливый но тоже очень симпатично смотрится вот молодой листочек такой практически коричневый вырастает классный сорт вот новичкам начинайте с этого сорта не пожалеете благодарю друзья за просмотр моего видео поддержите пожалуйста лайком ну и с радостью почитаю ваши комментарии до новых встреч на моем канале